Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречен на штучное производство. В последнее время активно обсуждается вопрос о том, возможно ли возвращение Индии в программу по созданию истребителя пятого поколения. FGFA Вопрос объявлен экспертами, в том числе и индийскими, актуальным в связи с тем, что для наращивания объемов производства Су-57 для внутрироссийских нужд не обойтись без крупного контракта с зарубежными странами. На этом фоне в китайской прессе прошел материал, в котором указывалось на возможность закупки нескольких самолетов пятого поколения у России. И в Китае не скрывают того, что если и купят у России Су-57, то это будет лишь несколько самолетов для, если можно так выразиться, традиционного китайского разбора технологий. В первую очередь китайцев интересует двигатель второй очереди, который превратит Су-57 в самолет с особыми показателями по скорости и маневренности. Но если Китай точно не собирается закупать Су-57 крупными партиями, и если вдобавок Индия все же решит окончательно закрыть свое участие в проекте FGFA, сосредоточившись на кооперации либо с США по F-35, либо с Британией по ее варианту перспективного истребителя, значит ли это, что Су-57 в России может быть обречен на штучное производство? На самом деле такой расклад вполне вероятен, так как изначально программа массового производства истребителей пятого поколения была заточена на партнерство с Индией. Никаких, насколько известно из открытых источников, бюджетных изменений, по крайней мере, на ближайшие годы, которые могли бы привести к по-настоящему массовому запуску производства Су-57 для нужд ВКС РФ, на данный момент нет. В такой ситуации вариант может быть таким, максимальное доведение ограниченной серии Су-57 до уровня, соответствующего пятому поколению боевых самолетов. Также внедрение на платформе Су-57 технологий шестого поколения. Все это с последующей демонстрацией возможности российского истребителя перед, так уж получается, пресловутыми иностранными, потенциальными, заказчиками. Другой вариант – выделение из бюджета тех объемов средств, которых хватило бы на полноценную серию для ВКС РФ. Однако этот вариант в условиях того, что сегодня называется рыночной экономикой, имеет весьма низкую вероятность воплощения. А если так, то сама тенденция несколько странная. Чтобы получить новейшую военную технику для собственных нужд, приходится непременно продавать ее образцы за рубеж банально, чтобы на этом заработать для расширения собственного производства.